Я приветствую всех зрителей моего видеоканала вот с таким вопросом. Чувствительность на клиторе и половых губах отсутствует у моей жены, кроме, конечно, тактильной. Единственная область, которая отвечает на прикосновения, это только точка G. Однако ее стимуляция не приводит к нужному результату. Пробовали различные формы и виды стимуляции, поскольку супруга не испытывает оргазм, и ощущения во время секса весьма поверхностные, энтузиазма и желания заняться сексом у нее нет. Полагаю, что в силу объективных причин она некоторым образом смирилась и приняла как факт данное обстоятельство. Один раз мы пытались обратиться к сексологу, была проведена беседа наедине с каждым из нас. Кажется, нам посоветовали больше упражняться и все. Больше мы к сексологу не обращались. Ответ. Ребят, по данным разных авторов, только 5-10% не в состоянии испытывать оргазм. Я имею в виду женщин. Только 5-10%. Остальные все имеют более или менее неразвитую, либо развитую чувственность. Если точка G отвечает на ваши прикосновения, значит, надо медленно, ненавязчиво, но систематически продвигаться в данном направлении, испытывая ощущения, используя любрикан. Что здесь важного очень хочется вам сказать? Первый момент. Вот вы здесь сказали, что ощущения во время секса у жены поверхностные, и поэтому желания и энтузиазма заняться сексом у нее нет. Вы знаете, я вас здесь расстрою и разочарую. Я вам расскажу о том, что даже очень многие женщины, у которых ощущения от секса не поверхностные, а самые что ни на есть какие надо оргастические, очень часто не испытывают желания заняться сексом просто потому, что им не охота ворочаться. Просто потому, что желание заняться сексом у женщины больше социально, чем физиологично, и женщина очень часто распускается, а не буду, и все. А вот я очень часто уже это делала с мужем, и новизны никакой нет, и все опять одно и то же, надо себя что-то вымучивать, какую-то польку бабочку с ней в постели плясать. Ой, я петельку тоже не знаю. И отказывается от сексуальной жизни не потому, что у нее нет энтузиазма, нет ощущений в сексе, а потому что она не хочет, и все, не хочу, потому что я не хочу. Поэтому не надо мерить желание заняться сексом ощущениями, которые женщина испытывает во время занятия сексом. Это один очень важный момент, который вам обязательно надо усвоить. Следующий момент это, хотелось бы сказать, отношение ваше к оргазму жены. Если жена шантажирует вас своим оргазмом и уклоняется от секса по причине его отсутствия, то это не физиологическая ее реакция, которая обусловливает отсутствие ее энтузиазма, а деструктивный тип психологического поведения, которое она усвоила в семье, чтобы шантажировать вас своим состоянием. Ну нет у меня оргазма. Это вот тебе надо сексом заниматься, а я там что, лежу, ноги раздвигаю? Ну тебе надо, ты иди там вон в дырку какую-нибудь, куда хочешь туда девай. Вот, поэтому еще раз помним о тему сексуального шантажа и о том, что отсутствие каких-то собственных мотиваций к сексу не должно являться причиной отказа в сексуальной жизни в партнерском сексе с супругом. И если жена не испытывает оргастической разрядки, именно как вот оргазма, да, а просто испытывает, ну, какие-то там ощущения в сексе, там, более или менее приятные или еще что-то, то нужно эти ощущения тиражировать и нужно именно их проводить в жизни. И помните о том, что сексуальная жизнь с мужем – это часть супружеских, партнерских отношений, это возможность, способность и необходимость доставить мужу приятное, это способ коммуникации и взаимодействия с мужем, это возможность продуктивно, полноценно и качественно в партнерских отношениях осуществлять и реализовывать свою сексуальную жизнь. Вот, вот это нужно здесь брать за основное, а не то, какие у нее есть ощущения от секса или нет ощущений, поэтому не живу. Вот, ну, что касается вашего посещения сексолога, который с вами провел только одну беседу, возможно, что вам нужно сходить и проконсультироваться с другим сексологом, возможно, вам нужна серия консультаций и совместных, и по отдельности, и опять совместных, вот. То есть, возможно, вам здесь просто одной беседы дело не закончится, и нужно продвинуть ваш опыт в какие-то более такие широкие просторы. Сейчас, пока. Продолжение следует...